Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить ремейк Таро Сайлент Хилла, и по-моему, мы находимся у корня зла. Сейчас мы узнаем, как образовался этот город. Похоже, тут какое-то тайное общество было, не совсем хороших людей, и они что-то нехорошее делали, и в результате всего появился этот туман. Все ужасы. Возможно. А возможно, объяснение не такое банальное, не связано вообще с людьми. Слишком возможно. Простой ответ будет. Но проход этот мне очень нравится. Круто. Типа музей. А как-то это к мне было вообще спрятано, да? То есть стенка, скорее всего, была закрыта в основное время. И только избранные могли туда попасть. И то с закрытыми глазами. Проход знал только один хранитель тайны. И он передавал эту историю по наследству. Ну, в общем, музей небольшой выходит. И в общем, как я надеялся, да, эта локация не такая маленькая. Я надеюсь, что она не хуже больницы будет. Единственное, что она, возможно, слишком безумная. Хотелось бы немножко вот и такой реалистичности, что ли, из нашего мира. И, возможно, это уже финальная локация. Много на это указывает. Кто там трубит? Дует в рог. Глубоко. Сколько мы метров уже прошли? Опустились уже метров на 30. Охренеть! Тут подсветка раньше работала, то есть всё серьёзно сделано. То есть серьёзные бригады рабочих были привлечены, а потом, наверное, убиты. Чтоб не знать эту тайну. Качественный проход. Офига себе, как долго мы идём? Охренеть! Где-то уже магма. Ядро земли. Говорю, где же Китай? Сейчас выйдем. Неужели? А представляете, обратно подниматься по этим ступенькам? То есть эти люди были очень спортивные. Ноги у них были в прекрасной форме. Ну и сердечно-сосудистая система, так подниматься, представляете? А слишком слабые умирали прямо на ступеньках. 11 сентября 1820 года! Номер заключённого С-221. То есть тут были казематы! Кстати, вспомнил сейчас как раз. В Смоленском парке есть остатки входов казематы. То есть прикольный парк, там всё очень круто. Кстати, его так подреставрировали, вообще отличное место. Там озерцо такое, мостик. Здание, где продают сувениры. И рядом вход в казематы. Такое очень круто, атмосферно выглядит. Напомнило. В 1820 году это были казематы. Ну и тюрьма. Вот, prison. Талука prison. Ага, вот с чего начинался этот город. Блин, интересно! Как круто! Скрываем тайны. Да, эта игра не хуже второго Resident Evil. Но на уровне где-то. Тот тоже всё-таки крутой. Там несколько было вариантов прохождения. Там история А, Б из одного-второго персонажа. Поэтому не буду говорить, что кто-то лучше. И одна и вторая игра шедевры. Сайнхилл более мрачный. Так. Ну это простой. Сзади, конечно, кто-то может быть арисквал сейчас. Ну ладно, шесть ударов. Всё? Ну всё, кровь пошла. 43 патрона. Нормально, гуляем. Ну только какой-нибудь серьёзный враг и всё. А как он дрожит? Представляете, что он сейчас испытывает? Бедный Джеймс. Да, это тюрьма. Это висельники. То есть их... А, накол посадили. Возможно, их связывали, мешок одевали. Сажали накол. Ну это так выглядит. Сажание накол. Казнь в тюрьме. Сажание накол. Либо повешение. Выбор смерти есть. Последнее свободное решение узника. Блин, даже не хочу думать, что хуже, лучше. Ужас. Выглядит страшно. Я думал, что сажание накол использовали не позже средневековья. Трындец. Death by skewering. Skewering, значит, сажание накол? Вау. А, тут интересно написано в конце. Last taste of freedom. Последний вкус свободы. А тут написали последнее свободное решение. Слишком так банально написано. Там last taste of freedom. Красиво уже звучит, да? Тюремный лагерь Талука. Был построен в 1862 году. А мы читали, что в 1820. То есть до этого тут было вообще какое-то место. Ну казематы там. А 1962 года более-менее солидное учреждение. Использовался для содержания пленных во время гражданской войны США. В 1866 году был преобразован в тюрьму Талука. Блин, круто как. Я не думал, что в этой игре такие прям глубины будут. Такое все обоснованное. Важное. Коклус-клан, что ли? Ну, похоже. Багрово-белое пиршество богов. Да, вот откуда. Пирамидоголовый пошел. Откуда мы вообще пришли? Карты у нас нету, к сожалению. Это плохо. А, вот и яма. Погодите, надо тут все осмотреть точно. Все, ничего тут нету. Иллюзия выбора. Только вниз можно прыгать. Ну что, Джеймс, ты готов? Конечно прыгнуть. Как будто сброс для каких-то отходов. Вообще, надо было бы какую-нибудь веревку найти. Что угодно. И по ней спускаться. Так прыгать, это самоубийство. Да, это уже очень похоже на эндгейм. Представляете, на какой глубине эти места находятся. Какие они древние. Где там была стенка? И что? Да ничего. Как страшно было сидеть в таком месте под землей. Не знаю, день, час, ночь. Делать вообще нечего. Наедине с своими мыслями. Понятно, что здесь с ума сходили. Нафига нужны алькатрассы, когда можно вот так под землей держать. Это кто? А, блюун. Старый, добрый, знакомый. Ты не блюешь еще? Так ты, тварь. Разок ударил. О, слабенько. Странно, что тут такие враги. Я ожидал, что тут будут с длинными руками. Такими, как в третьем. Сайлент хиле. Это, видимо, смотрители тюрьмы. Как ты? Нет предметов. Слушайте, а назад пути нету? Мы взяли инструмент на парковке. Наверное, там же где-то его и надо было использовать. Я думаю, что я просрал этот момент. Ну, что поделаешь. И так довольно все. Подробно рассматривал. Карты нету. Я уже заблудился. Ну, тут довольно линейно все. Вот еще проход. Ржавое место. Ключ? Что там, Дэз? Лет-Дэз? Хрен его знает. Ну, нет. Таракашки паршивые. Они хорошо верны, так. Надо пароль ввести. Два. Это викторина, типа? Не, не думаю. Новый появился. После каждой ошибки будет появляться, да? Ключ со спиральной написью. В цилиндре выгравленная напись. Сомнение есть путь в чистилище. Ну-ка. Давайте походим поищем. Может, есть тут ответ? На, проход закрыт. Два-три-девять, что ли, светятся, смотрите. Два-три-девять. Два-три-девять. Два-три-два-девять. Два-три-два-девять. Два-три-два. Угу. То есть, подбором, по идее, это последнее было значение. А, видимо, ключ этот отсюда, да? Смотрите, прямо... Изменённая гравитация. Мы движемся вниз, как будто бы вперёд. Классно. Ну, то есть, крыша совсем поплыла. Надо только сделать шаг. А, нет, упал. Я думал, встанет на дыги там. Там кто-то сидит. Кафетерий тюремный. Баланда. Даже лекарства есть, нормально. Вообще, большая локация. Как будто тут битва может быть. Давно мы не встречали пирамиду голода. Труп. Подумаешь. Приставить дуло к голове. И... Паф. Он жив. Эти? О. Привет, Джеймс. Что здесь случилось? Кто это? Не знаю. Он на меня бросился. Понятно. То есть, он напал. И ты выстрелил? Да. Да, точно. У меня не было выбора. Спокойно, иди. Как думаешь, почему он напал? Не знаю. Он взялся будто из ниоткуда. Подкрался в темноте. Я услышал шаги, обернулся, там он. И ты понял, что он хочет тебя убить. Да. Ну, то есть... Он так на меня смотрел. У меня не было выбора. Он на тебя смотрел? Ты же говорил, он набросился. Да, то есть... Это было видно по его глазам. Глазам. Он на меня пялился. Издевался. Я сказал, что хватит. А он... Не послушал. Эдди, нельзя же... Нельзя же убивать за то, что на тебя не так посмотрели. Видел бы ты свое лицо, Джеймс. Я пошутил. Я нашел его уже мертвым. Что, поверил, да? Ну, ладно. Я лучше пойду. Стой. Ты пойдешь один? Ага. Он прикидывался все это время? Он ничего не боится, по факту. Блин, круто. Мне очень нравится, как отыгрывает наш главный персонаж. Ну, прям вообще восторг. Да вот четко все. Идеальные эмоции. Все прекрасно. Мимика такая. Причем она экспрессивная, но не слишком. Попадание на 100 баллов. И так натурально. Ему абсолютно веришь. Измученный вид, глаза такие натуральные. Браво. 51 патрон. О, как. Так, на самом деле, интересно, он его убил или нет? Он сидит за столом. Набросился на него. Ага. Откуда выстрел был? Со спины. Смотрите, кровь сюда. Значит, он со спины просто его застрелил. Он, не он, не знаю. Посидевший весь. На Джеймса похож, не? Кого знает. Интересно. И сценки такие, что не отрываясь прямо, слушаешь, смотришь. Просто звук. Да хватит. Не издевайтесь надо мной так. Радио не шалит, значит, все окей. Возможно, теперь начинается обширная локация. Новый дробовик. Винтовка. Болтовка. Записка. Талука Prison. Его до сих пор не нашли. Поскольку у него был ключ от шкафа, видимо, ключ у кого-то из заключенных. Запасное лежит на КПП для свидетелей. Винтовку нужно забрать, пока она не попала не в те руки. У нас в те руки. Нам она должна попасть. Я думаю, там убойный урон. Ой, хорошая штука. Третье оружие, наконец-то. Я так и думал, до конца будет два. Может, еще в конце какой-нибудь плазмоган появится. Карта. Ну, наконец-таки. Все, открытая локация. Все, как мы любим. Тюрьма. Еще более жуткое место, чем больница. Хотя, спор, да. И там, и там хорошо. Патроны. Три штуки. Оу. Сова. А почему сова? Обычно орел там. Что-то типа того. Типа зрение у птиц хорошие. Ну, у совы, наверное, тоже. Для пистолетика. Да, я думаю, сейчас эти слоновые монстры пойдут здоровые. С длинными руками. И на них винтовка потребуется. Там из пеколя будешь стрелять по низкобоим. То есть, то, что у нас только пулик, это вообще фигня. Ага, дружок. У-у-у-у. Они и так умеют. А, сейчас вырубится. Я понял. Я понимаю, то есть, нельзя идти во тьме, да? Дойти, пока свет горит. Прикольно. Сейчас включим. А что произойдет? Монстры просто придут? Я уже не успеваю. Сразу и страшно. Не знаю, потому что что-то может быть. А-а-а! Твою девичь. Как я их ненавижу. Слушайся, это трындец. Так, ну вот сейчас нету света. И че? Может, я зря переживаю так. Ну, а, посмотрите, что будет. Так, и че? Пойдем посмотрим. Еще глубже идем. Охренеть. Дверь с птицей. На каком-то китайском написано. Круто. А что он там записал? А, вот, слепой кабан. Бескрылый голубь. Безрогий бык. Какие-то инвалиды сплошные. А тут это мразь было, кстати. Что там? Такое гигантское помещение. Ни хрена не видно. Плотный воздух очень. Сохранялка. Что это с локацией такая? Двор? Мы на улице? А, понятно. Подземный двор. Двор, блин. О, боже мой. Ну, после сохранения как-то уже не страшно сразу. А, и тут вешали. 4, 5, 6. Кто там? Ну, радио не работает. Угу, это экзекьюшнеры. Палачи. Вот оно чё. Шестеро грешивших покорно ждут расплаты. Чей грех непростителен? Кто может быть оправдан? Взвесь их преступление. В душу загляни. И смертный приговор один перечеркни. Круто, круто. Ааа, кто там бегает? Интересно, что не 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то ещё такой же шафот. А, вот. Только одного надо перечеркнуть. Да как ты-то стал бегать? Пойдём отсюда. Ну, нахрен. Статуя чья-то. Фемида? Наслепая здесь? Ааа, вот. Эти двери как раз. Только тут с крыльями голубь, с рогами и бык. Всё как положено. Понятно. Пока что мы ничего сделать не можем. Идите нахрен, блин. Сохранюсь ещё раз. Пугают меня. Сейчас ещё раз срублю. Кто там рыхает? Разве так можно? А, вот и змея. Вон он. Да тварь, надо убивать. Ух ты, какой религиозный был. Заключённый. Вау. Просто картинка. Вау, круто. Впечатляет. Очень впечатляет. Ещё патроны для болтовки. Без света вроде ходим, норм. Блин, ну игра давит. На самом деле, эмоционально из тебя соки высасывает. Я так думаю, можно и без света походить пока что. Да, звуковое оформление действительно потрясающее в игре. Я даже не мог предположить, что до такой степени можно круто сделать. Кто-то сильно постарался. Столько труда вложил. И таланта. Это и одно, и второе. То есть нам надо понять, у кого грехи сильнее? Голубя, либо кого... На! За стеной кто-то, да? Чётенько. Самые мразотные твари вот эти хуже, чем медсёстры. Ну, чёрные, может, медсёстры всё-таки хуже. Но их всё равно заранее видишь. А эти прячутся, выскакивают неожиданно. Эх, сволочи. А нельзя открыть? Окей. Так бы слишком просто было петь. Какое там всё красное. Сколько пометок, обратите внимание уже. Так, записка. Камеру убрать до вторника. Выдостоверьтесь, что заключённые успели в срок. По приказу начальника тюрьмы заключённый переведён в отсек смертника. О, нифига себе. Водичка капает. Может, как-то от этих рычагов зависит открываемость комнат? Может, надо успеть все рычаги включить одновременно? Все камеры вроде осмотрели. А, часовня там, посмотрите. Давайте посмотрим. Много ещё всего интересного. Да, для таких людей, кстати, религия могла быть спасением. Потому что в таком месте у тебя кроме неё вообще может ничего не быть. Можно писателем, кстати, стать, если у тебя бумага и ручка там есть. Это... То есть вот так общались с религиозным представителем, сковывали по рукам и ногам, и он сидел и общался. Нифига себе. Исповедовался. Вау! Какая мрачная часовенка. Картина. Вот эти чёрные какие-то штуки похожи на АК очень большие. У вас такой нет ассоциации? Автоматы Калашникова. С двух сторон прямо. Компактненько. Как блестит, да? Как будто это мрамор. Наверное. Очень круто. А вот и гирька. Интересно, что она тут. Это символ какой-то? Тяжесть. Святого Отца? Самое тяжёлое, да? Самое тяжёлое гиря, так и написано. Взрывайся давай. Откуда он вышел-то? Из кабинки Святого Отца? Из Поведника? Вау! Да! Они, видимо, немало руин посетили. Очень натурально всё выглядит. А здесь, видимо, святого отец жил. А здесь, видимо, Святого Отца жил. Тоже не лучшее место для времяпрепровождения. Я думаю, не за лучшие дела сюда отправляли. Заключённые не раскаиваются. Даже так. Они не считают себя грешниками. Даже самые неразвитые из них всеми скудными силами своего разума отгораживаются от взгляда Господня. Будучи грешниками, они спят спокойно, будто младенцы. Ибо сколь не тошнотворно бытие, природа человеческая неизменно. Хотя, может, по своей воле шли сюда перевоспитать. Направить на путь истины. Хотя, какой уже не направить, а просто перед смертью исповедовать. Очистить душу. Смотрите, та же статуя практически. А люстра красивая, кстати. Много лампочек. Так, раз, два, четыре, восемь рожь освещения. Для такой комнаты. Ого. Много света. Ещё свечки всё равно. И тут кандалы. Ты смотри, везде привязывали. Страшное место. Понял, принял. Давайте сохранимся. Ну, это действительно одна из самых жутких локаций, что я в играх помню. Я действительно ощущаю, что мы где-то под землёй, на глубине. А неправильно сделали, что мы долго шли, спускались, спускались. Это важный момент. И безразрывные локации. Это тоже производит впечатление. Я абсолютно верю в эту локацию. Полностью. То есть она загрузилась в мой разум. У нас две гири теперь есть. Может, этого достаточно? Ну, толкаться уже не такая страшная, как я думал. Я думал, тут, когда эти штуки не работают, тебя убить прям могут. Давайте в дворик сходим. У нас теперь есть ещё одна гирька. Пробуем её поставить. Это шмыга какой-то бегает, но он, вроде, не опасный. А, тут много гирь должно быть. А, теперь мы открыли дверь змея. Вот чё. Круто, круто, круто. Где она там была? Всё, отлично. Интересная система, да, да, да. Вау! Какой крутой стул. Какое освещение здесь, да? То есть сам кто-то стул не особо крутой. Ну, просто всё обставлено обалденно. Даёшь электрификацию. Кто? Где? Два. У нас уже получается восемь пулек. Нифига себе. Никуда так хорошо не жили. Ну, может быть, до встречи с этим. Мясом в кубе. Напоминание для охранников. Всем без исключения строго обязательно ознакомиться с новыми правилами пользования генератором. Кто тут? За стеной? Ага. Попал, кстати. Ну, блядейно. Правилом пользования генератором. Все помнят, чем закончился последний перепад напряжения? Думаю, многие предпочли бы это забыть. Второго раза не будет. Что же там было? А, кого-то. Испепелили, наверное. В зелёной миле. Где это, скотина? Выползай давай. Спрыгни же сверху. Вот спрыгни. Прям чую. Давай, пройдём поскорее. Понял вас. Фото. Скоро мы будем вместе. Нифига себе. А, то есть фото семьи. Вместе, то есть мёртвой семьи, получается. Двужопые ползунки теперь появились. Ещё хуже. Ползучие двужопницы. То были двужопники обыкновенные. Где? Три пули. Ну что, умирает быстро относительно. Что за звук? Боже мой. Хватит травить душу. В смысле? А, через стену опять не проходит. Через проход. Ну какого пениса? Он же попадал. Обидно. Сколько их там? Ты смотри. Две пули всего? Слабенькие. Я жду, пока вот эта штука восстановится. Чтоб с полностью заряженной пойти. Ползыш. Ну, блевать, ещё может. Не все силы потратил. Хоть что-нибудь тут открыто вообще, не? Ну, туда можно попасть. Там лекарства. Как же они жути нагоняют. Сколько у меня всё? 23 пули осталось. Да охренели. Куда всё потратилось так быстро? Давайте, сохранимся сначала. Трындец. И на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео. И всё вам наираз прекраснейшего. Ха-ха!